ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Какой момент вы считаете переломным? Возможно, тот шанс, который был у вашей команды в концовке первого тайма, когда они забили? Ну, возможно, да. За пять минут до конца первого тайма был мехальным, стопроцентный момент, а потом из этого же момента перетекло в следующий, когда Льви Бабаев не забил головой. Здесь, наверное, конечно, из этих двух эпизодов, ну, один-то точно должны забивать, да, и в втором тайме было не так уж много, но было пару моментов, тут еще 2-0, 3-0. Ну, ключевой момент, наверное. Все ключевые моменты, которые у нас были, они все ключевые. Забили бы, по-другому игра сложилась, забили, нам забили бы. Ну, вы очень активно себя проявляли сегодня на обороте. Я вообще давно не видел столько подсказа от вас во время матча. Зенит какой-то принципиальный соперник для вас. Почему сегодня так и помогло ли, как вам кажется, этой команде или, может, наоборот, немножко напрягло? Мы просто лавку меняли, и я поближе к вам стал, поэтому вы меня видите теперь очень близко, слышите меня очень хорошо. Ну, опять же, сегодня на контрасте с тренером Зенита, который вообще практически молчал в протяжении всей игры. Ну, наверное, так всегда у нас происходят все такие игры, да, эмоциональные, и на лавке, и вне лавки, и в раздевалке, вот, потому что, ну, не хочется проигрывать, да, и очередное поражение, оно, конечно, расстраивает очень сильно. И меня как тренера, да, и футболисты, в большинстве футболисты тоже переживают, и хочется возвращаться в игру, там, 0-0-2, до конца сама проживаешь эту игру, и переживаешь. После матча, конечно, тяжело отходить, особенно после той длительной серии, да, из поражений, когда было 11 подряд побед, мы так же эмоционально себя вели, и были довольны после игр, а сейчас мы, ну, недовольны результатами. Опять же, наверное, последние четыре игры, я не могу сказать, что мы, что ребята плохо играли, да, в Сочи был неплохой матч, там был, там, ряд факторов, которые не позволили нам, были, там, с Чертановым, там, много моментов создали, сыграли в ничью, вот, последние, я говорю, три-четыре игры, были на неплохом качестве, да, забили бы, но было бы, проще. И последнее, вот, скажите, нет у вас, не знаю, некоторые обиды, непонимания, почему, вот, ну, по сути, разбирают, да, команду, которая, вот, одержала те 11 побед подряд, сразу игрок сверкнет его, забирая в Динамо 2, даже не дождавшись конца сезона, да, для того, чтобы вам, молодежная команда как можно выше забралась, или вы просто рады за ребят, рады, что вот так вот в вертикале в клубе работает, ну, и сразу же, в догонку вопрос, тоже, по похожей теме на следующий сезон уже есть понимание, ребята, какого года рождения будут играть, какая будет команда, сильно ли она обновится по сравнению с этим составом? Ну, с первого, наверное, вопрос, я начну, что, конечно, мы все работаем над этим, над тем, чтобы они туда заходили выше, да, и Динамо 2, и главную команду, это, ну, нас радует, не может не радовать, что ребята там уже играют, и на ведущих ролях, и Стас Бессмертный, и Ваня Зазвонкин на четвертого года, вот, естественно, говорю тоже про третий, да, и у Льви Бабаев там тоже уже сверкает, поэтому мы рады за ребят, да, и, конечно же, это, ну, нашу команду ослабляет, да, но в то же время мы все делаем то, да, и у нас первостепенная задача, это, чтобы ребята туда попадали. Да, не результатом, конечно, это важно, конечно, результат хочется, да, и что те футболисты, которые у нас сейчас находятся в расположении, да, мы надеемся, что они следующие там попадут туда, мы работаем над этим, да, но сейчас, наверное, не каждый, да, может похвастаться тем, что я готов сейчас попасть уже в Динамо 2, еще столько работы, столько терпения нужно, и отношения многим поменять надо, в футболе, наверное, вот, над этим надо поработать, чтобы футболист правильно восстанавливался, да, после таких даже игр, не шел расстраиваться, переживать, проанализировал игру, ну, как мы делаем, сейчас сходил, там, бассейн, массаж, питание, но, опять же, все вещи, которые мы договариваем, кто-то это выполняет, а кто-то, наверное, запустя рукава нам относится. Мистерства у них у всех хватает, они находятся в одной из лучших академий страны, они, конечно, не находились, если бы они что-то не умеют. Спасибо большое, удачи вам в дальнейшем, в концовке М-лиги, надеемся, что... Динамоцы как можно выше заберутся по итогам этого сезона, ну, и как можно больше игроков, новых игроков попадут в Динамо 2, спасибо большое. Да, спасибо.